Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» и ее ведущая Екатерина Родченкова. Сегодня у нас в гостях руководитель нашей районной больницы, главный врач Сергей Леонидович Трофимчук. Здравствуйте! Добрый день! Ну, Сергей Леонидович, начнем мы наше интервью с традиционного, уже ставшего традиционным, вопроса «Как идут дела на строительстве центральной районной больницы?» Ну, в принципе, несмотря ни на что, движение определенное, может не только скорость, но все-таки есть. Значит, на сегодня состоялся аукцион, про который я говорил на прошлом, на нашей с вами встрече, по определению подрядчика на строительство больницы. Аукцион состоялся. Сейчас, учитывая, что это очень большие деньги, правительство края проверяет подрядчика, который выиграл этот аукцион, есть выигравшие организации. Вчера разговаривал с министерством, да, идет процесс проверки. Если процесс проверки закончится благополучно, то будет заключен контракт, и организация приступит к строительству больницы. Это организация Красноярская строительная организация. Ну, и когда примерно, вот, ну, сроки хотя бы примерные, когда... В техническом задании и на аукцион прописано, что окончание строительства декабрь 17-го года, его никто никуда не сдвигал. Будем надеяться, что... Ну, все так и исполнится. Все так и исполнится. Хотя понятно, что если реально смотреть на вещи, средства, которые планируется освоить, это 80 миллионов на этот год, примерно 400 на следующий и 800 на последний год. Ну, если больницу достроят, допустим, в 18-м году, мы абсолютно не обидимся, с радостью войдем в нее, значит, я думаю, с нашими уважаемыми пациентами и жителями вот в новый корпус этой больницы и в 18-м году. Ну, будем надеяться, что так оно все и случится. Тем не менее, на сегодняшний день, какова материальная база нашего здравоохранения? Консолидированный бюджет больницы на год из всех источников составляет 470 миллионов рублей. Достаточно большие деньги. Понятно, что в этих деньгах и заплата, основная часть затрат, и ЖКХ-услуги, и медикаменты, и оборудование, и там... Ремонт в меньшей степени, конечно, сейчас, в связи вот с тем, что предполагаются большие затраты на больницу, на строительство больницы, конечно, маленько обрезают, ну, не маленько, там, заметно обрезают возможности ремонта старого, старых корпусов. Вот, эти затраты, ну, и все остальные, их-то много достаточно, этих затрат. Вот, ну, несмотря ни на что, я хочу сказать, что мы приобретаем оборудование, аппараты ВЛ, допустим, в этом году приобрели, мы сделали, я уже говорил, вот вы ко мне приходили в гости, я имею в виду, телевидение, отдельную реанимационную палату для новорожденных, вот туда приобрели аппарат ВЛ, ее отремонтировали, и внутри она очень выглядит достаточно так, как должно быть, это примерно. Вот, мы приобрели оборудование в родильное отделение, ну, примерно так, 1000 на 300, вот, а аппарат ВЛ стоит 2200, кстати, вот, для детишек. Мы, несмотря ни на что, все-таки ремонтируем, ну, понятно, что мы объемы, мне очень неудобны перед нашими пациентами, потому что внутри нашей больницы выглядят очень неприглядно, особенно те корпуса, которые, ну, терапевтические, так скажем, это неврология, терапия, хирургия в меньшей степени. Почему? Потому что сам процесс лечения, мы понимаем, что я просто сделаю преступление, если не отремонтирую некоторые отделения, допустим, родильное отделение, безусловно, мы ее ремонтируем, сегодня будем ремонтировать, ну, вот, на днях заключаем контракт. Это хирургический блок, понятно, это реанимация, понятно. Вот эти отделения в первую очередь ремонтирую, и обычно, вот, последние годы на этом все деньги заканчиваются, вот, а все остальные, к сожалению, деления остаются, так сказать, на потом, и на остатки, остатков денег не хватает. Ну, я думаю, на следующий год все равно ничего не будем делать, но так невозможно уже. Понятно. Ну, вот, давайте перейдем плавненько к кадрам. Насколько у нас дефицит кадров в нашем здравоохранении, и как вы его пытаетесь, ну, так скажем, восполнить? Обеспечение кадрами, конечно, это одна из таких болезненных тем здравоохранения. Укомплектованность с врачами на 72%, а с средним бедработниками нам за 90%. То есть там сильно большой проблемы нет. С врачами, конечно, проблемы есть. Средний возраст докторов у нас сейчас примерно 48 лет. Ну, вот, в динамике, что я хочу сказать, что в принципе, несмотря ни на что, динамики в черном есть определенное положительное. К нам приходят молодые доктора. Ну, вот, мы теперь работаем уже, и уже понимаем, что без этого никак не обойтись уже в глубину, не только на год вперед, уже на два, и на три смысл вперед. Каким образом? То есть это студенты, это богучанцы, в частности. Я отслеживаю, как они учатся. Я с частью с ними заключаю договор. Имеем опыт финансово даже, какой-то помощи, небольшой стипендии. Человек учится, мы с ними заключаем договор, что он к нам приедет. Мы платим ему при условии хорошей успеваемости небольшую стипендию. Ну, понятно, что там мы ограничены в средствах, ну, там в пределах пяти тысяч, но все равно, небольшая помощь есть. Есть опыт оплаты даже за семестр тем, кто детям, ребятам, которые учатся на платном, ну, при условии, что он приедет. Есть такие, у нас такой опыт. И мы, ну, несмотря ни на какие стеснения, все-таки работаем на эту тему, и у нас потихонечку получается. Вот вскоре, буквально в ближайшем будущем мы ожидаем приезд педиатра молодой девушки, доктора, или не девушки, доктора. Вот она сейчас по уходу за ребенком приедет, будет, у нас начнет работать, вот буквально в сентябре. Мы плотно работаем с хирургом, молодым человеком, тоже не сильно давно закончился институт. Может быть, мы его сможем все-таки сюда переманить. Мы буквально сегодня, я разговаривал с доктором уже молодым, который работает в диспансере онкологическом, очень больной для нас вопрос. Возможно, через год, в крайнем случае, через два уже точно она к нам приедет. Все, таким образом мы работаем. И мы уже иногда, если некоторое время назад, года два, три, четыре, просто в коллективе не было молодых лиц. Сейчас молодые лица есть, и постепенно ситуация улучшается. Безусловно, при обсуждении с будущими нашими коллегами молодыми, с которыми мы ведем переговоры о возможностях переезда к нам, идет сразу разговор о том, где мы будем жить. Это очень такой больной вопрос. И надо признать, я уже говорил неоднократно, что район, администрация, безусловно, всегда меня выслушивает и всегда идет на встречу. И практически, в первую очередь, мы стараемся вместе, администрация старается вместе перебезти квартиру, служебное жилье. И мы эти проблемы решаем, в принципе. Ну, я думаю, так, в течение полугода обычно доктора, которые приезжают в квартиру, получают. Ну, там может быть не супер, но квартиры, можно жить, можно отдельной семьей жить. Эти молодые люди практически все участники программы «Земские докторы», они имеют возможности получить миллион. А если это семья, это два миллиона. То есть, в принципе, есть от чего оттолкнуться и начать жизнь на новом месте. Сергей Леонидович, работники ваши обучаются на курсах повышения квалификации? Ну, это прописано в законе. Мы все, доктора, обязаны раз в пять лет проучиться и повысить свою квалификацию по той специальности, с которой мы работаем. А если у тебя низкая специальность, соответственно, ты должен получить сертификат по всеми специальностям. Иногда получается, что доктор даже чаще учится, чем раз в пять лет. А раз в пять лет – это мы обязаны по закону. Если человек не проучится раз в пять лет, он, в принципе, может быть отстранен от работы. Он, во-первых, очень сильное материальное теряет сразу. Ну, в общем, проблем таких нет, мы все учимся. Работа врачом – это обучение и самообучение в течение всей жизни. Понятно. А скажите, как в этом году проходит диспансеризация? Я знаю, что были какие-то проблемы в прошлом году. Вот в этом году? Ну, понятно, что процесс такой очень важный и серьезный, требует больших усилий и от нас, медиков, и, я бы сказал, не в меньшей степени от нашего населения. Потому что человеку надо прийти, затратить свое время, все понятно. Все к этому потихонечку привыкают, технологии отрабатываются, все значительно лучше, чем раньше. Мы сейчас с планом на сегодня справляемся. Понятно, что мы отработали сначала ту категорию наших пациентов, которая более мобильная, которая проще работать, теперь все сложнее. Я бы призвал, ну, как технология происходит, во-первых, для всех, для понимания. При произведении диспансеризации, ну, все уже знают, что определенные возраста, мы используем те обследования, которые человек в течение года прошел, ну, может быть, допустим, человек лежал в стационаре, там, человек оформлялся, медосмотр проходил, человек оформлялся на самкур лечения. Все эти обследования мы учитываем. Из-за этого каждому человеку надо, которому и подлежит диспансеризация в этом году, подойти к участковому терапевту. Он это все учтет и составит индивидуальный план тех недостающих обследований, которые необходимо пройти. Все, и человек проходит, и мы стараемся, ну, насколько это возможно, достаточно быстро все это дело закончить, чтобы уменьшить временные затраты наших пациентов. Понятно. Да. Скажите, вот такой вопрос. В наше время гипертония стала модной болезнью, сейчас ей уже болеют люди, так сказать, еще молодые, и 40-летние, и даже 35-летние. Вот вы, как доктор, какой можете дать совет, как избежать этого заболевания, ну, и как его лечить, как бороться с ним? Ну, я бы с вами не согласился, вы сказали слово «модное». Это не модное, это очень часто встречающееся заболевание. На самом деле оно встречается и у очень молодых людей. И, к сожалению, очень часто люди, наши пациенты, потенциальные и непотенциальные, считают, что если давление, допустим, там невысокое, 150-160, и он при нем себя чувствует хорошо, то можно его не лечиться, не наблюдаться и все такое прочее. Но, к сожалению, частота встречи, частота, когда данное заболевание осложняется, допустим, инсультом или инфарктом, при давлении 160 и 200 абсолютно одинаковая. Это говорит о том, что и давление 160 надо лечить качественно. Ну, те механизмы, которые запускают давление, на них, конечно, трудно влиять, но некоторые моменты можно однозначно сказать. Это высокий вес, безусловно, повышенное наличие жировой ткани предполагает наличие дополнительных мелких сосудов, капилляров, которые надо необходимо прокачать. Сердцу приходится, ну так, по-простому, приходится поднимать давление, чтобы все это дело прокачать, и, соответственно, поднимается историческое давление. Это низкие физические нагрузки у людей, сидячая работа, безусловно, тоже. Когда сердечно-сосудистая система, когда сосуды не тренируются, то есть они должны сужаться, расслабляться, сужаться, расслабляться, и тогда есть компенсаторные возможности в человеческом организме реагировать на все эти подъемы давления. Если этого не происходит, то происходит, в конце концов, развивается гипертоническая болезнь. Лечить гипертоническую болезнь надо, необходимо, и лечить надо постоянно. Постоянно. Это достаточно индивидуальный процесс. В общем, несколько принципов. Ну, это понятно, что если есть лишний вес, то надо немного похудеть. Это диета исключить нейтрихлорид, то есть соль максимальная. Это постоянно, вне зависимости от уровня артериального давления, принимать таблетки. И второе, наоборот, если вы принимаете таблетки, это не значит, что вы эффективно лечитесь. Если вы принимаете таблетки не для того, чтобы, кстати, птичку поставить, что все, я выпил хорошо. Принимая таблетки, вы должны достигнуть целевых уровней давления. Обязательно. В этом смысл. А целевой уровень давления – это меньше 140 на 95. Меньше. Ну, 110, пускай, нижняя на 80. Вот такой диапазон давления должен быть у человека. Это считается целевое давление. Я так думаю, что телезрители наши, тем, у кого есть такие проблемы, они придут к доктору на прием. А вот сейчас мы давайте, я вам сейчас хочу озвучить те вопросы, которые уже к нам поступили. Житель села Багучаны спрашивает, есть ли специальные дни для прохождения медосмотров, чтобы не стоять в общей очереди. Ну, оптимально, безусловно. Можно было, конечно, назначить день или часы для прохождения медосмотров. И мы об этом думали в начале процесса, и даже некоторое время назад, несколько лет назад, был у нас там четверг, по-моему, если мне память изменяет, днем для профосмотров. Но, к сожалению, система не работает. Почему? По часам. Потому что достаточно много людей приезжает проходить медосмотры с других поселков. Они точно такие же, так сказать, люди, которые сегодня утром приехали, а вечером надо уехать. Понятно, что если мы будем назначать часы для относительно здоровых, которые уходят на медосмотры, мы назначим это вечером. Ну, понятно, да? По дням. То же самое. Мы должны этот день, потенциальный день прохождения медосмотров, согласовать так, чтобы в этот день не было расписания автобусов и жителей поселков. Допустим, в этот день один день ходит поселок Багучаны. Понятно, что пациенты должны, могут только в этот день приехать на медосмотры, ой, по заболеванию обратиться в поликлинику. Тоже не получается. Из-за этого, в общем, мы отказались от этого. Понятно, что очень неудобно сейчас, все смешанной кучей, люди идут в смешанном потоке, возникают конфликты, конечно. Ну, неправильно это, ну, невозможно исправить. Единственным возможным моментом, часть, достаточно большая часть наших пациентов, которые проходят профилактический и периодический медицинский осмотр, проходят согласно графику. Надо этот график придерживаться. В общем, сейчас проходят педагоги, вот я знаю. Педагогам было назначено в мае, а они идут, значит, во второй половине августа. И чем ближе к 1 сентября, тем их будет больше. И начнутся звонки Сергея Леонидовича, что за безобразие, очереди, ну, в общем, все понятно. Можно каким-то образом это отрегулировать, конечно, очередью. То есть сами люди должны быть тоже дисциплинированы. Дисциплинированы, безусловно. Понятно, что у нас большая ответственность, но я бы предпочитал, когда бы эта ответственность возлагалась равномерно на пациента и на доктора. Понятно. Сергей Леонидович, вот еще один вопрос от жителя Михаила Михайлова. До конца года стоится 5 месяцев, а денежные средства на выписку глазных капель у врача-офтальмолога для федеральных льготников уже закончились. Как быть? Понятно. Просто этот вопрос мы обсуждаем. Именно глазные капли, я так понимаю, травота на каждом селектном совещании по лекарственному обеспечению льготному. Во-первых, я бы хотел для понимания, что по федеральным льготникам денег никаких нет. Обеспечение этих льготников осуществляется согласно нашим заявкам ежегодным, которые мы защищаем ежегодно в Министерстве на целый год, на каждого пациента, в расчете на каждого пациента. И согласно этой заявке эти препараты поступают. Если появляется новый льготник, мы делим дополнительную заявку, Министерство рассматривает, и эти препараты нам отпускают в виде препаратов. Это первое. Второе. К сожалению, препарат травота, он убран из всех списков, не только федеральных, но и региональных льготников. Этот препарат, к сожалению, по льготниям мы выписывать не можем. Не можем. Но есть такая возможность. При назначении данного препарата, если этот препарат настолько востребован конкретным пациентом, и его назначает краевой специалист, мы через врачебную комиссию, при наличии назначения краевого специалиста, он приезжает с этим назначением, врачебную комиссию рассматривает, и по так называемому 501-му коду, то есть это краевые деньги, а по краевому бюджету мы имеем возможность иногда и очень индивидуально выписать препарат. При условии наличия краевых денег. То есть это абсолютно другой источник и абсолютно другой механизм получения этого препарата. И еще один вопрос от этого же человека. Объясните, почему из списка федеральных льготников убрали лекарственный препарат от глаукома? Это вот вы не о нем сейчас говорите? Да, это вот. Ну, в самом вопросе заложен ответ. Почему из федерального списка убрали? Ну, наверное, вопрос надо все-таки задать федерации. Это Министерство здравоохранения Российской Федерации. Ну, не знаю, ну вот убрали. Еще один вопрос от жительницы. Мария Петровна, она приехала после лечения из Красноярского онкологического центра, пыталась записаться на прием к гинекологу, на прием записали лишь через месяц. Почему больной женщине приходится так долго ждать своей очереди, чтобы попасть на прием? Чтобы попасть на прием. Гинеколога, она вспоминает, не каждый день, понятно, осуществляется запись предварительная. И, к сожалению, на самом деле есть достаточно длинная очередь, ну, так сказать, отсроченная очередь на целых 30 дней на приеме к гинекологу. Есть такое дело. Но что бы я хотел сказать, что люди идут, особенно которые нуждаются, ну, не в то, что в экстренной помощи, ну, в ускоренных, так сказать, оказания медицинской помощи, без очереди. Я вас уверяю, их принимают. Их принимают, и в результате получается так, что человек записывается, ну, допустим, там, на неделю вперед, а идет сегодня, он проходит, а очередь остается. Это все накладывается, 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 и очередь непропорциональна, и не объективно растет, отодвигается, и человек по электронной очереди не может записаться, потому что там все очереди заняты, хотя эти пациенты уже давно осмотрены. Я этой женщине рекомендую очень обратиться буквально хоть завтра на прием, и ее там посмотрят. Хорошо. Еще вот два нам звоночка поступило. Невозможно достать столом к детскому стоматологу. Ребенок все лето не мог попасть на прием. Прямо целое лето не мог попасть на прием. Ну, вот так. Жительница Багученко. Ну, наверное, во-первых, у меня сейчас стоматолог был в отпуске, понятно, и взрослые стоматологи, ну, потому что дети такой очень особый контингент не с неохотой принимают детей, это касается плановой помощи, экстренной помощи с острой болью без проблем. Они обязаны это делать, они обязаны оказывать помощь в момент обращения, в день обращения со стоматологической помощью. Ну, не знаю, ну, надо индивидуально разобраться, почему в течение трех месяцев человек не мог попасть на прием. Как можно индивидуально разобраться? Индивидуально, если человек не может достаточно большой промежуток времени записать, надо ко мне просто подойти, и мы этот вопрос решим. Ну, или к Жанне Николаевне Соловьеву, к районному педиатру, я думаю, там вопрос решится. Хорошо, еще один вопрос, который сегодня нам поступил, это вопрос от Константина Ивкова. Можно ли в кустарных условиях лечить травму мозга и травму позвоночника? Имеется в виду, что к нам приезжают иногда врачи из КРО-центра и предлагают населению такие услуги по лечению таких вот травм. Ну, вопрос, конечно, интересный. Ну, что я скажу, что я не имею права, у меня нет таких полномочий проверять, на законных ли основаниях данный человек, замечу, человек врач он или не врач, или вообще непонятно кто, оказывает какую-то медицинскую помощь пациентам, пациентам, ну, жителям района. Но я бы хотел сказать, что любой человек, который обращается к кому-то за медицинскую помощь, наверное, это нормально, когда он попросит лицензию, диплом, в конце концов, человек, который ему оказывает медицинскую помощь, который гарантирует ему эффект, обычно этот эффект гарантируется там за прям мгновенный, и который ему платит деньги, в конце концов, попросить, чтобы получить от этого человека документы, подтверждающие, по крайней мере, что он врач. Хотя бы вот это. И лицензию на тот вид услуг, который он оказывает. Да, я слышу, что кто-то у нас приезжает, чуть ли не на дому на коленке, оказывает какую-то там непонятную помощь. Ну, я сомневаюсь, что... Я вообще сомневаюсь, что он вообще врач, если честно. Хорошо. Очень часто люди заканчивают какие-то народные, так называемые, институты медицинские, они там очень такие красивые названия придумывают, и считают, и обзывают себя там врачами. Врачом является только человек, который закончил государственный медицинский институт. Государственный медицинский институт. Частных медицинских институтов, любых, народных каких-то, нет в Российской Федерации. Понятно. Сергей Леонидович, времени у нас остается совсем в обрез, и давайте вот такой интересный хочу вопрос задать. Ну, хотите, отвечайте на него, хотите, нет. В народе у нас ходит много слухов о том, что вы уходите со своей должности, о том, что проверяло наше здравоохранение, ФСБ даже, вот насколько это верно, ну, или развенчайте, или не отвечайте. Как говорится, каждая шутка из доля шутки. Ну, первое. Да, на самом деле, два месяца назад в лечебное учреждение достаточно неожиданно к нам явились сотрудники ФСБ, ну, они из Кодинки, так понимаю, базируются в Кодинке, и изъяли достаточно большое количество документов, связанных с договора, договорные все дела, с работой с фирмами, личные дела докторов. Проверка продолжалась два месяца. Примерно дни 10 назад, 28 числа, в общем, быть точнее, прошлого месяца, все документы в полном объеме вернули. Если честно, я ждал какой-то акт, я перезвонил в ФСБ, они сказали, что если бы к вам были какие-то претензии, мы бы вам прислали не только акты, а достаточно другие документы, и вы бы нам стали отвечать и пояснять на вопросы. Вопросов у ФСБ по результатам проверки ко мне, как главному врачу, нет. Проверка закончила, и на этом все, как говорится, закончено. По второму вопросу, ну, не знаю, у меня таких намерений пока нет. С министром Вадимом Николаевичем Яниным я разговаривал вот на днях, но он мне тоже таких идей пока не высказал. Ну, жить, конечно, с земля круглая, все может быть, но на сегодня я работаю, и никуда уходить пока не собираюсь. Ну, Сергей Леонидович, на прощание ваше пожелание вашим пациентам в Агучанске? Что хочется пожелать? Ну, что может доктор пожелать? Я хочу пожелать здоровья вам, вашим детям, вашим родственникам, чтобы у вас все было хорошо, чтобы не покинула удача, чтобы ваша мечта, которая должна быть у каждого человека, обязательно сбывались. И тогда жить у нас будет веселее. Сергей Леонидович, спасибо за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Надеемся, увидимся еще и не раз. Дорогие телезрители, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Уважаемые руководители и индивидуальные предприниматели. Администрация Агучанского района принимает заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства. Справки по телефону 22 518. Хотите порадовать любимых неожиданным сюрпризом? Услышать свое поздравление в эфире. Программа «Музыкальная открытка» поможет вам в этом. Обращайтесь по телефону 22 766 или 21 202, и ваше признание или поздравление увидит весь район. Каждый четверг музыкальная открытка. Магазин «Наш Дом» предлагает высококачественную мебель для дома на любой вкус, а доступные цены позволяют не ограничиваться в выборе. Огромное количество оригинальных, отдельно стоящих предметов, мебельных композиций для любых помещений, а также офисная и мягкая мебель эконом-класса, разнообразный дизайн, широкая цветовая гамма, все возможные варианты отделки и неизменно высокое качество по низким ценам. Все это мебель от лучших российских компаний. Уфа мебель, Давито мебель и другие. Бесплатная доставка, беспроцентная рассрочка, оплата по карте. Каждый день с 13 до 14 счастливый час. Скидка на все 10%. Магазин «Наш Дом», улица Джапаридзе, 7М. Телефон 333-50. Мы ждем вас. Хотите получать социальные гарантии? Не соглашайтесь на зарплату в конверте. Не лишайте себя права на безопасный труд, отпуск, оплату больничного, будущую пенсию. Скажи «нет» в зарплате в конверте. Телефон горячей линии 22-5-18. 8 из 10 пожаров в лесу происходят по вине человека. Давай что-нибудь купим дочке. Ты же понимаешь, сейчас не лучшее время для покупок. Дедушка, купи мне эту игрушку. Конечно, куплю, внученька. Когда я работал, у меня была официальная зарплата, а теперь хорошая пенсия. Папа, а почему ты мне не купил эту игрушку? Понимаешь, доченька? Я сломал руку, а больничный мне не оплачивается. Получая зарплату в конверте, ты теряешь больше, чем получаешь. Актуально. Оперативно. Объективно. Качественно. О людях. И для людей. Телекомпания «Спектр Багучаны». 25 лет в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok